Всем привет! Привет, господа зрители, подписчики! Сегодня мы едем устанавливать жерлицы на ночь с тушканом. Его уже старые подписчики, зрители знают. Это легендарная личность на нашем канале. До захода солнца надо установить жерлицы. И все. А утром мы приедем с вами проверять. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, господа зрители, подписчики! Вот я уже на льду, пробурил первые лунки. Сейчас буду выставлять жерлицы. У нас произошла такая беда, что нивы не заводятся, короче. Вообще просто какое-то шипение стартер не крутит. Не знаю, в чем дело. Сейчас будем думать. Пока решил жерлицы выставить, подождать. Может быть, само пройдет. Третью выставляю жерлечку. Карасик, как обычно, хороший. О, какие! Ребята, породистые опять. Этого на тройничок насадим. Вечерком погодка вообще приятная, тихая. Красота просто. Ветер юго-западный. Последние дни, по крайней мере, сегодня точно был. Но такой, 5 метров в секунду. Сейчас, видать, что-то ослаб. Давление 765 миллиметров. Не знаю, как оно на щуку сказывается. Так, карасика через жабры цепляем. Вот так вот, оп. Все, гуляй. Уже солнце садится, становится все темнее. Сегодня мы с тушканом. Поэтому не упрекнет меня на этот раз никто, что я много ставлю жерлиц. На одном из прошлых видео был комментарий, что, типа, ты сам браконьер, ставишь дофига жерлиц. Вдвоем на двоих у нас нормально, 17 штук. Я отмечаю камышами там, где у меня клевало, щука, где попадалось. И обязательно в тех же местах ставлю, потому что зачастую повторяются пока. В одном из прошлых роликов мне написали, что у меня живец. Сам как на сковородку. И действительно, я использую карачиков от таких вот, такого размера. Но мое мнение здесь, что чем крупнее живец, тем больше попадется щука. А вам как раз вопрос в комментариях, работает ли эта пропорция, прямо пропорциональная математическая пропорция на жерлицах. То есть, чем больше вы ставите живца, тем больше попадается щука. Или нет, ваш опыт, ваше мнение. А на столкача, думаешь, заведется? Потому что там, как будто зажевал уже. Пробуем слизьтесь. Такое ощущение, что аккумулятор сдох. Вот я надеюсь, что вам нужно это забирать. Продолжение следует... Продолжение следует... Пойду доставлять жерлицы сейчас, а то уже почти темно, фонаря с собой не взял. Хотел, кстати, снять обзор на фонарь, потому что вообще вот некит, например, со мной ездил, спрашивал про фонарь. Посмотрите, вот тут лед прям опасный возле берега. Надо на него, блин, аккуратно. Аккуратно. Зашел. Вообще прям вода сплошная просто. Сейчас доставлю парочку жерлиц, и все, темнота. Пока выстрелов никаких нету, пока вставил. Еще такая ситуация, что бур, короче, проскальзывает. Вот лед чуть подтаяло, не вгрызается в лед. Бурить вообще тяжко. Честно говоря, я решил приобрести новый бур, современный, через Яновского, по закупочной цене. Когда куплю, расскажу вам. Пока загаров касается нет никаких. Жерлицы расставил. Уже стемнело. Традиционно оставляю их на ночь. Вроде бы, ну, лошков не вижу. Хотел еще рассказать такой момент. Последние дня, пару дней, вот вечером позавчера, почувствовал такое недомогание, как будто заболеваю. Сейчас же грипп вот этот свиной, там аж 1Н1, как там говорят. Вот, ну, знакомый, Яновский вот заболел тоже. Аж магазин закрыл свой, лежит. Два дня даже трубку не брал, я ему звонил насчет бура. Лежит с температурой. Вот он, говорит, проснулся, и сразу все, температура, ничего. А я вроде туда-сюда, туда-сюда, непонятно. Сегодня вот ехал, думаю, блин, походу заболел. Вот, сейчас на свежем воздухе подвигался, побурил, походил, пропотел. Вот. Завтра расскажу вам, как самочувствие. Либо слягу вообще, ну, блин, жерли ты же не оставишь здесь. Но надеюсь, что я, короче, выздоровлю завтра. Чай с шиповником еще сейчас попью с тушканом. Доброе утро, господа зрители, подписчики. Вот мы приехали на озеро сегодня с некитом. Не знаю, что там жерлица. Только вот стою еще на берегу, и там вот у нас выставлены жерлица. Я вчера выставлял с вечера, а некит приехал еще позже. Вообще потемну, уже под ночь. И тоже выставился. Что-то ветер дует вообще такой, ну, лютый, сильный. Народу никого еще нету. Сейчас пойдем смотреть, смотреть, что там у нас по жерлицам. Загары, флажки. И обязательно вам все покажем. Ну что, спустились на лед. Обходим жерлица. Вот это твоя, да? У меня еще, кстати, оранжевые тоже, с флажками. С оранжевыми флажками. Ага. Ну, я твои жерлицы-то знаю, со своими не спутаю. Блин, ну, как это круто. Смотрите, ребята, флажок у некита. Сейчас подойдем, посмотрим, что там. Есть размотка или нет. Смотри-ка, вот на этом местечке. Так, в сторонке. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Размотки нет. А это вот сейчас, короче, жжетца. Жжетца. Была небольшая размотка на этой жерлице. Метра два с половиной, три. Но почему-то бросила жжетца. Ну, вот и теперь мои смотрим. Жерлицы. У некита был один флажок. Ну, что-то он пустой. Сейчас посмотрим, что у меня. Вторая жерлица молчит. Третья жерлица молчит. В общем, господа, ночная проверка жерлиц прошла. Все, ночь простояли они вхолостую. Но давление повышается. Почти 770. Ну, сейчас посмотрим, что. Может, на рассвете что-нибудь возьмет. На жерлице что-то ничего не ловится у нас. Поэтому решил пока развлечься ловлей сорожки. Тут у меня прикормка ароматная. Ух, какая чудесная. Вот такая прикормочка. Сейчас добавим водички сюда, в нее. Подождем, чтобы размокло. Закормим. И займемся ловлей сорожки. Так, тебе удочка что-то нужна? Закормим. 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 О, первая сорожка сегодня. Некид говорит, что у него там, кажется, флажок выстрел. О, уже дергает. Надо было подождать, если размотки не было. Приятное занятие для души. Иногда на мормышку половить. Опа, сразу поклевочка. На свежем воздухе. Посидеть, помедитировать. Просто кто-то в позе лотоса для этого сидит, а кто-то с удочкой идет на водоем. Не зря же к воде тянет человек, что вода, она такую какую-то информацию хранит. Ну, есть же всякие исследования, что там молекулы воды способны хранить информацию. А уж тем более такие объемы воды, как водоемы. Тем более такие матрицы целые. Ух, блин, как загнуло просто кивок. Смотрите, сорожечка попался. Че некит, говоришь? Был еще один загар. Ага. Но там ничего не оказалось. А че, размотка была? Че, размотала? Смотри-ка, у некита че-то, че-то клюет хотя бы. Как у меня кивок загнуло, че? Ну, там последняя жертель. Ага. И че, он много поставил? У меня всего две. У него две? А, ну это он дед, что ли? Ну, так более 50. Ну, а не, да, бывает одну возле себя ставят, бывает две. Да, у меня одну возле себя поставили, и сейчас подниму. Блин, ух ты, как кидается прям, как это. Я думаю, минимум. А потому что ломки прикольные. Говорю, есть тут карась? Ну да, там я вот ловил на килограмм. Но там другой скажет, я там на два ловил. Максимум слышал про три килограмма. О, все крупнее и крупнее. Че? Что-то как, такая маленькая, как уверенно клюют. Оп. Сорога идет. Вот, надо Яновскому их продавать. Вот она мне попалась. Мотала? Не, махала. А, махала. Ну, ясно. Есть оружие. Че, ничего нет? Слушай, нифига себе, толпануло. Толпануло носорог. Лед какой прозрачный. Все видно. У неки-то уже третья поклевка за сегодня. У меня вообще тишина. Ловится что-нибудь. Байки. Байки? Сосорожку. Про огромную сорогу? Мини. Когда? Когда такая была? Плохая погода. Опять у них поклевка уже четвертая за сегодня. Горит флаг. Что наклоняет. Хотя нету просто. Флаг так криво ставит. Че по размотке у нас с мамой? Так, размотки нету. Так, размотки нету. Сейчас, господа, интересное явление я тут наблюдаю. Жерлица выстрелила. И она валяется. Валяется, можно сказать, в лунке. Сейчас смотрим. Ну, ее прям затащило как будто туда. Но размотки полной нету. Давайте-ка посмотрим, че здесь. Слушайте, есть. По-моему, есть. Есть, че-то есть. Ох, че-то есть. И оно... Опа. Вот она. Маленькая. Маленькая такая щучка. О, смотрите-ка. Прямо уже такая покрупнее сорога на прикормку подошла. Ну, это маленькая вообще. Что-то прям все крупнее и крупнее сорога идет. Чем больше насаживаешь опариков, тем крупнее сорога. Оп-па. 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 Какой-то сегодня, друзья, совсем день не щучий, а сорожичий. Сорожка прет дуром. Причем такая даже, хорошего размера. Я ни одна не сработала. Да что-то срабатывали, но так, вхолостую. А лещи бывают здесь большие. Весной, блядь, а в наш кигое лещи не будет. Как тебе некая история про карася на 3 килограмма? Мне кажется, отчасти байка. Не, на самом деле, короче, я бы посчитал, что байка, если бы не слышал здесь такие истории от каждого, не то что второго деда, а почти от каждого деда, я бы слышал об этом. Так что я думаю, что это все-таки не байка. Потому что человек, который заявляет, что ловил карася на 3 килограмма, он рискует прослыть вруном, как минимум. Так что обязательно мы с вами, господа, летом сюда с поплавочными удочками приедем и снова попытаемся поймать карася на 3 килограмма. Алло. Здорово, Алло. Ты здесь, на Казанском, приехал, и ничего нету. Мотыля нету. Видишь, как разница? У деда ни одной рыбки, а у нас там полное ведро уже с сороги. Ну да. У кого-то карася на 3 килограмма, а у кого-то ни одной рыбки. Все правильно. Сейчас что-то закормим еще, добавим прикормочек ароматный. Ну что, щука там у тебя клюнула некий-то? Я не знаю, что срабатывало, типа. Опять сработало? Да. Опять сработало. И что, была размотка, нет? Нет, вообще не было размотки. Ну, это точно на килограмм, вообще. Ну, нет, не на килограмм. Что-то завтра будем оставлять? Вмерзнут, мне кажется. Да ладно, минус три, минус четыре будет. Ну, все равно это. Вот если только получится засыпать снегом нормально. Блин, ты хочешь оставить? Да, что нет. Ну, не, я просто тут, например, на следующей неделе я не смогу вот сюда спустить. Потом на выходных вот я смогу попробовать, ну, одну выходных. То есть на следующей неделе меня здесь точно не было. Снегом, если хорошо, засыпать. Вон, видишь, есть много снежных. Он просто, ладно. Они от этого еще сильнее, потому что... В общем-то говоря, мы решили снова оставить жерлицы на ночь. Ну, потому что что-то вообще пусто. Ну, что, не поймали? Столько жерлиц. Ну, надо что-то поймать, чтобы идти до Победы. Сейчас вот так вот снежком обложу сырым. И от ветра спасет. И надеюсь, что она внутри там не вмерзнет. Правда, может и вмерзнуть снаружи. Солнышко даже какое-то выглянуло из-за туч. Вот это изменение погоды неожиданное. Ну, к морозу, да. Твоя? Твоя! Смотрите, у Неки-то полная размотка. Он нифига не видит. У тебя там полная размотка. Да ладно. Да. Только сейчас произошло? Я не знаю, когда произошло. Нет, только что произошло. Че? Че, нет? Нет. Блин. Что с нахуй за хуйня? Какая-то мистика. Нихуя не обманут. Может, они на твой тройник нахуй натыкаются. Смотри, всю леску. Пиздец, блядь. У Неки-то пять сработок. Из них одна полная размотка. И ничего по рыбе. У меня один флаг только и маленькая, небольшая щучка. Поэтому оставляем жерлица на ночь. И встретимся с вами завтра утром до рассвета. Мы сейчас уезжаем. Там остались мужик с сыном, который байки всякие мужик вот рассказывал. И если у нас кто-то украдет жерлицы, это будут они. Твои ставки некие-то какие? Завтра у нас что-нибудь попадется на жерлицы или нет? Думаю, что туда попадется. А все жерлицы на месте будут? Вот это уже спорный вопрос. Я их запомнил. То есть есть у тебя подозрения, что все-таки могут? Да, особенно мои жерлицы, которые стоят в двух метрах от них. А теперь к вам вопрос, господа зрители, подписчики. Какие у вас были случаи с чужими снастями? Может быть вы оставляли снасть, там, роколовку, я не знаю, какие-нибудь закидушки, жерлицы, и у вас ее воровали. Может быть вы воровали чужие снасти. Вот увидел, стоит какая-то снасть. Можно ее взять, нельзя ее взять. Вот у меня один раз был случай, пытались украсть удочки прям с берега. Подъехал мужик на катере и пытался их утащить. Ну поэтому я жду в комментариях ваших ответов по поводу, какие ситуации у вас происходили с оставленными, забытыми снастями, вашими или чужими. Доброе утро, господа зрители. Мы снова с утра приехали сюда с пешней, чтобы выдалбливать жерлицы, которые измерзли. Вчера была температура плюсовая, оттепель. А сегодня лютый мороз, на месте ли наши жерлицы? Что-нибудь скрюнуло там или нет, сейчас будем все это смотреть. Но если их нету, если их украли, то это сделал вчерашний дед вот этот. Так, у них нету сработка. Полная, полная размотка. Ну давай, там какая-то стройка. Так. Смотри, это она крутится, что ли? Есть. Что-то есть, видно. Видно, ух, ух. Вот это маленькая щучка. Ну поздравляю тебя с почином. Спасибо, спасибо. Покажи, получше ее. Какая же, вот ночная, ночная щука, смотри, ночью у них выход. Да, ночью, ночью. Ну поздравляю, сейчас будешь ее... Сфиксировалась хорошо на карася. Будешь ее сейчас вытаскивать, оттуда корячок возиться. У меня есть для тебя вот такой инструмент. Что, сейчас будем делать реанимацию? Я тебе советую из-под жаммера вытаскивать. Я из-под такой жабры и вместе с желудком вытаскивать. Сначала ее можно, короче... Некид уже утверждает, что его украли жерлицей. Вот здесь была. Или здесь, или здесь, короче. Так, пошли убедимся в этом, который уже осмотрен жерлицей. Которая рядом с ними была. Да, ее забрали. Да ладно, блин, ну это вообще, короче, ужас. Флаг! Флаг! Вот это да, и там приятно. Да ладно! Третью. Вот одна... Ахерет! Одну оставили, одну украли. А то еще размотка, размотка полная. Смотрите, какая у нас произошла ситуация. Вот этот дед... Вы уже третью жерлицу поставили? Нет. Я протащил две еще, у меня там были. У сына. Я две только поставил. Ага. Два сетей. А, это наши. Понятно. Что, нет чего-то меня дали? Да нет. По всей видимости, у нас подозрение, что это он убрал у нас жерлицы. Может, у него две жерлицы? Уже три штуки, да. Или такой... У меня к вам вопрос. Снова сталкивались ли вы с воровством? Потому что вы остались какие-то снасти, у вас их убрали. Если вы хотите, чтобы мы поставили засаду на этих уродов и поймали их с поличным, пишите в комментарии. У меня сейчас появилась мысль просто поставить жерлицы и спрятаться. И следить, например, с другой стороны озера в бинокль. Типа, ну, поставить машину с другой стороны озера и в бинокль смотреть. И когда кто-то начнет их воровать, поймать человека с поличным и взять у него интервью. Вот, если вы хотите, чтобы это... И по возможности, ну, поругать. Поругать. Судите уже вы. Дадите оценку его действиям вы. А мы спросим, ну, зачем он это сделал? Что им руководствовало? Потому что мне реально интересно, какие, ну, мелочные люди. Рыбалка, казалось бы. Такое душевное занятие. То есть, ты приходишь отдохнуть душой, там, просто насладиться природой. Ну, и как минимум, просто, и когда от людей отдохнуть, отвлечься от каких-то мирских городских вот этих моментов. Не препятствовать друг другу, не бросать мусор, там, не ругаться. Потому что есть еще такие люди, не расталкивался, что затевают какие-то ссоры там из-за места, из-за того, что рядом кто-то друг с другом стал. Наоборот, как-то хочется на позитиве быть. А тут мало того, что они мусорят, мало того, что они там срутся за места, так они еще и воруют чужие стасти. Ну, это просто нонсенс, вот. Идут смотреть свои жерлицы. Ты же хотел там щуку вытаскивать. Да-да-да, я считаю. А вот загар. Как это волшебно, а? Какие волшебные ощущения, просто неперезаваемые. Ну, вы знаете, наверное, и флаг развивается. Ну, в принципе, если нет размотки полной, значит, прятать нам что-то попалось. Да. Карасик трепыхается, блин. Здесь тоже нет размотки. Продолжение следует... смотрите сломала крючок просто двойник сломался уже светло стало сейчас подожду еще часть смотрю на жерлица будет что-то выставит красота конечно сегодня такая погода солнечная более-менее ясно на фоне по крайней мере последнего времени морозец легкий ну минус 10 может но жерлцы молчат все утро промолчали значит смысла нет еще ждать сейчас буду уже сворачивать вот чё хочу показать по светлу где крючок поломался не знаю как так получилось вот карась такой ну живой но побитый вот ну даже не порезанный а крючок вот чё с ним не знаю как так получилось у меня первый раз такое ну чтобы просто поклевка и сломанный крючок может кто знает напишите в комментариях не так-то просто поймать здесь щуку не говоря уже про трофейную жерлицы простояли две ночи два утра и за это время у нас две щучки какие-то неясные поклевки теперь нам предстоит дорога домой по поводу оставления жерлиц на ночь вот такая практика что могут у вас их какой-нибудь непорядочный рыболов стащить ну как бы там ни было подышали воздухом попили чай физическую активность проявили не сидели дома на диване поэтому прошу вас написать комментарий по поводу я там много вопросов для подписчиков задал ваше мнение в том числе по поводу вот этих рыбаков которые воруют чужие снасти всем зрителям спасибо за просмотр обязательно палец вверх комментарий подписка сама собой и поклон вам всего живца которого наловили вчера отпускаем конечно не все уйдут хорошие сороги блин надеюсь она по желаю так все по ходу вы давайте 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 уходите ребята а я прощаюсь с вами до новых встреч